итак всем привет напишите пожалуйста плюсики если меня хорошо слышно сегодня нас немного пусть остальные тогда подтягиваются я прошу прощения за столь длительное ожидание так как мы вебинары только начинаем проводить поэтому небольшие технические неполадки у нас происходят но я думаю со временем все это исправится и все он будет вовремя и ожидать не придется так тема нашего вебинара презентация возможности арифлейм среда у нас как всегда день новичка в среду мы проводим занятия непосредственно для новичков и презентации возможностей компании давайте с вами познакомимся меня зовут анна григорьева я менеджер компании арифлейм в компании арифлейм я работаю около полутора лет два года я зарегистрирована полтора года я работаю до до декрета и сейчас нахожусь декрете меня родилась дочка это второй ребенок у меня я работала в офлайне и стала менеджером девяти процентов но работала не настолько активно насколько нужно было быть да где-то летом прошлого года ко мне присоединился муж и мы открыли семейный номер сейчас мы работаем вместе с мужем муж работает меня в оффлайне то есть он работает в офисе непосредственно в живую общается с людьми я так как сижу в декрете я работаю в онлайне и сейчас мы вместе с юлия жуковой развиваем новый интернет проект значит название мы к нему еще придумываем так что если у вас будут какие-то пожелания и какие-то предложения буду с радостью с радостью их рассмотрим и пишите нам skype чат значит skype я вам все-таки рекомендую установить у кого его нет потому что skype это необходимый элемент для нашей работы так мне 25 лет у меня двое детей как я уже сказала я замужем значит до компании арифлейм я училась на психолога у меня высшая психологи психолого-педагогическое образование и я работала в административной сфере то есть я работала и офис менеджером и секретарем и менеджером по персоналу и рекрутером вот то есть как бы опыт работы общения с людьми у меня есть но в любом случае как в любом виде деятельности в сетевом маркетинге тоже нужно учиться сейчас я познаю азы интернета и с тем как я их познаю я с вами делюсь этими знаниями и соответственно готова вас обучать и помогать вам тоже зарабатывать деньги вот сегодня я вам расскажу про те возможности которые предоставляет компания и те возможности и как эти возможности можно использовать в сети интернет как можно зарабатывать сети интернет вот сразу скажу что спамом мы не занимаемся с вам не советуем заниматься мы приглашаем людей и только если они хотят что-то менять своей жизни тогда мы с ними работаем сейчас очень активно у нас идет обсуждение от того как мы будем работать как мы будем строить структуру и в скором времени у нас будет вебинар по этой теме и разберем как мы будем заниматься построением структуры то есть либо это будет паровозиком либо это будет солнышком либо это будет что-то между что-то и то и то так значит там уж у меня работал торговым представителем в аквамаркете то есть такая достаточно серьезная тяжелая работа я бы сказала в которой он посадил сильно здоровье пригласила я привела его в компанию я наверное очень-очень долго капала ему на мозги вот и наконец до него дошло что здесь в принципе можно заработать деньги и в компании который он работал на дядечку сажая свое здоровье не получая особо денег смысла нет работать потому что сейчас мы восстанавливаем его здоровье благодаря нашему и витаминам и ком коктейлям волны в принципе это удается так и туда ага так смотрите значит что говорила про работу мужа да в принципе каждый из нас когда-нибудь доработал на наемном труде ну у нас как вы знаете изначально когда человек рождается попадаем и значит детский садик потом мы идем школу целая система есть да там институт и после института мы идем на какой-то там завод или на какую-то фирму работать ну примерно по своей специальности хотя сейчас это уже редкость большая что очень много специалистов выпускается но по специальности редко кто работает а значит ну или государство задумала такую замечательную программу может быть государства конечно это и выгодно но вот для людей я сомневаюсь программа называется 40 40 40 то есть вы 40 часов работаете значит 40 лет у вас идет стажа и 40 процентов и потом получаете от государства пенсии от прожитовочного минимум до 40 процентов но как вы думаете много ли это 40 процентов до если например прожиточными минимум нас 6000 рублей то кого у нас будет пенсия посчитайте сами и так живут у нас 80 процентов населения ну вот ну как бы как расшифровывать со слова работа это вот от чего найдет от от раб до суффикс араб вот то есть как бы как что получает раб у нас до кровь одежду то есть как бы ну в принципе мы зарабатываем деньги с около 10 тысяч рублей люди зарабатывают в месяц до 10 20 тысяч смотря у кого какая работа то есть как бы сейчас кризис зарплаты урезаются если не увольняются люди вообще и получается что человек 10 тысяч рублей но сколько коммунальные нужно потратить на коммунальные нужно потратить на то чтобы хоть как-то себя вот обеспечить одеждой и детей своих обеспечить да одеждой пособие у нас вообще смешно посмеяться только когда на карточку приходит я сейчас зарабатываю в компании арифлейм намного больше ну как бы раза в три больше наверно два в три раза больше чем мне платит государство то чтобы я одного ребенка содержала вот и получается что в принципе человек ходит на работу для того чтобы променять свое время на деньги которые даст ему руководитель да за его за его за за его работу и он их потратит на самые жизненно необходимые вещи на то что как бы он когда-либо мечтал куда-то поехать и это уже даже в принципе и не стоит даже об этом думать вот значит вот значит ну и соответственно 40 процентов от прожиточного минимума получаете пенсии то есть посмотрите как живут наши бабушки дедушки это еще можно посмотреть зайти в любом супермаркет посмотреть как они перебирают копейки и не знают вот что им взять масло или молоко например да то есть как бы они выбирают что подешевле то есть ну разве они работали всю свою жизнь не горбатились на какого-то дядю на государство для того чтобы вот так вот потом в старости считать деньги многие даже вот не хотят даже к сожалению доживать до старости потому что не хотят вот так вот потом себя чувствовать а просить и побираться и так далее жизнь конечно замечательно у наших стариков вот то есть как бы ну в принципе пенсия замечательная чтобы не жить хорошо вот ну и дальше вот это вы знаете называется квадран денежного потока сталкивались вообще с таким понятием поставьте просто плюсики если сталкивались если понимаете что это такое когда-нибудь слышали об этом не слышали да хорошо смотрите это вот квадран денежного потока называется то есть первое что в верхнем левом квадранте этого денежного потока это вот как раз работа по найму следующий аспект квадранта это это люди как хотят организовать какой-то вот самостоятельный бизнес например открыть ларек с печеньем на рынке да вот для того чтобы что нужно для того чтобы человек организовал такой бизнес соответственно нужно какие-то вот деньги да изначальный капитал для того чтобы приобрести этот продукт зарегистрировать как бы свою деятельность да потому что нелегальная деятельность у нас карается законом значит потом арендовать точку на это тоже нужны деньги согласитесь да и как-то разрекламировать свой товар нанять продавца там или самому стать за прилавок да для того чтобы как-то избывать этот товар чтобы его покупали чтобы хотя бы деньги которые были затрачены на то чтобы организовать этот бизнес у них для того чтобы эти деньги он вернул соответственно я задаю задаю такой вопрос скажите пожалуйста где гарантия того что этот человек вернет свои деньги через сколько времени он выйдет на хотя бы в ноль чтобы вернуть все эти деньги чтобы вернуть затрату на то чтобы хотя бы не быть кому то должным скорее всего лет пять ну средний такой статический срок это пять лет да чтобы хотя бы вышел ноль но не все выйдут кто-то прогорит и потом всю свою жизнь будет расплачиваться с этими долгами да с этими кредитами которые как бы по нас занимает для того чтобы организовать этот бизнес не ну есть такие люди да либо человек например что-то делает ну как бы самостоятельно тоже вяжет там рисует какие-то картины для того чтобы это организовать тоже необходимо приобрести инструменты для этого и соответственно потом каким-то образом рекламу но в принципе больших денег на этом не заработаешь то есть пока вы работаете да пока вы работаете вы получаете деньги вот какие-то за свою работу да то же самое что и вот в верхнем квадранте где вы работаете по найму пока вы работаете да вы получаете зарплату как только вы перестали работать что произошло вам перестали деньги платить соответственно вы без денег да как бы далее есть как бы следующий такой аспект это когда бизнес вот сам не просто ларек какой-то там да на рынке да а какой-то бизнес там сеть супермаркетов например там или это какой-то салон красоты там ну какой-то серьезный более бизнес который требует больше вложений да то есть человек вот решился занял денег и вот решил выбрать один из трех видов бизнеса вот ну как бы и бизнеса я так понимаю вы поняли что есть три вида это традиционный бизнес это франчайзинг и это млм бизнес ну традиционный бизнес что значит традиционный бизнес это когда ну есть какой-то продукт да ну человек открыл там торговый центр ашан например построил его или арендовал помещение закупил товар много-много товара на очень большую сумму да пригласил пригласил продавцов на работу уборщиц и всех остальных там ну которые будут организовывать да работ наемный труд наемных работников нанял вот и каким-то образом начал завлекать клиентов в свой магазин ну например подал рекламу на телевидении там в интернете что-то там организовал да как бы ну и от чего зависит вообще придет к нему человек или нет да как бы от того насколько он сможет разрекламировать насколько он поставит лояльные цены да и и как будут лояльны продавцы его да покупателям то есть захотят ли люди приходить вновь и вновь к ним вот ну и сколько денег он затратил на то чтобы организовать такой бизнес да много там миллион два миллиона три миллиона даже больше наверное вот через какое время он выйдет на ноль хотя бы да чтобы вернуть все эти свои деньги ну если повезет улет через пять если не повезет прогорит и будет потом расплачиваться опять же всю свою жизнь вот ну а если не повезет тогда вообще в минус пойдет и и всю жизнь будет долги раздавать еще больше чем вот если он например просто прогорит вот второй вид бизнеса это франчайзинг то есть есть какая-то ну уже известная идея например макдональдс да ну как бы кто-то когда-то создал макдональдс вот сейчас очень популярно там люди покупают да много макдональдс открывается и покупают франшизу за определенную сумму то есть там еще раз в год там выплачивают какие-то проценты ну смотря что там выставила компания вот и потом вы можете пользоваться уже разрекламированным брендом вы можете пользоваться идеей которую как бы человек придумал да вам не нужно ничего это и вам не нужно рекламировать в принципе люди все знают макдональдс они как бы видя макдональдс в любой стране они не могут понять не знают что их там в принципе ожидает конечно макдональдс в разных странах там разный ассортимент есть различия небольшие но в принципе идея одна то есть как бы когда увидите макдональдс в италии к примеру вы как бы будете примерно понимать чем вас там накормят к примеру да как бы и любите макдональдса пойдут в италии в этот макдональдс да и поедят то есть как бы ну и вот тоже скажите выгодно вот покупать франшизу ну в принципе выгодно хотя это очень дорого стоит выгодно конечно потому что вам не нужно делать таких затрат у вас уже есть идея в принципе да вот Но в любом случае на это могут пойти только люди, у которых есть деньги, изначальный капитал, потому что франшиза стоит дорого, и на нее нужно достаточно потратиться. Конечно, оно не прогорит, такой бизнес не прогорит, потому что он уже известный, уже рекламированный, люди на него идут, приходят, например, в тот же самый Макдональдс, очень много людей, там большие очереди, в принципе, можно понять, что это. Но все равно нужно иметь большой капитал для того, чтобы начать бизнес по франшизе. Так, значит, и третий вид бизнеса – это MLM бизнес, в принципе, чем мы в компании Reflame занимаемся. Что такое MLM бизнес? Это мульти-левел маркетинг, это многоуровневый маркетинг. Существует много разных видов маркетинга, но вот у нас он многоуровневый. Это когда вы приглашаете людей экономить на покупках, сменить свой магазин на каталог Reflame, и предлагаете им делать то же самое. И за то, что вы создаете товарооборот, вам компания оплачивает процент от этого товарооборота. Ну, скажите, пожалуйста, в традиционном и в франчайзинг бизнесе есть ли такое понятие, что руководители, приглашая своих работников на работу, захотят, чтобы они совершенствовали своих знаниях и начинали лучше работать и больше знать, чем сами руководители. Конечно же, нет, потому что они понимают, что если они вырастят таких замечательных работников, то они, скорее всего, уйдут из их бизнеса, перестанут на них работать и будут развивать свой бизнес, потому что они уже много знают и знают, как это делать, как правильно это делать. Соответственно, руководителям невыгодно делать. В нашем же MLM бизнесе, нашим вышестоящим спонсорам очень интересно обучать и мотивировать людей, для того, чтобы они лучше работали. Потому что наш товарооборот, это же ваш товарооборот тоже. То есть то, что вы делаете, товарооборот, он к нам, в наш групповой товарооборот добавляется, и компания нам платит за это все процент. Поэтому нам выгодно вам проводить обучение и нам выгодно вас вести. Нам выгодно, чтобы вы становились успешными. Такая штука, что MLM бизнес очень интересен еще тем, что в основном в нашей компании, например, это продукт, который пользуется спросом. То есть вы всегда моетесь, люди всегда моются. Ваши знакомые моются. Скажите, есть ли у вас знакомые, которые моются? Ну, хотя бы пять человек, которые раз в неделю хотя бы принимают душ. Есть? Я думаю, что вы ответите. Да, ответьте, пожалуйста, в скайпе. Есть ли у вас такие люди, пять человек, которые моются? В скайпе моются? Нет, Юль, вообще, моются люди вообще. В чате отвечать. Пару сотен. Прекрасно, Юль. Ну, ты прям вообще, у тебя хорошие знакомые, я тебе могу сказать. Это замечательно на самом деле. Вот. А у Юли есть знакомые? А Любовь у вас есть знакомые, которые моются? Скажите, пожалуйста. Хорошо, пока Любовь отвечает, раз Юль есть, найдутся люди, пару сотен, которые моются. Замечательно. Ну, представьте себе, что среднестатистический человек примерно на 500 рублей как бы делает на покупке в магазинах. И косметика пользуется. Ну, классно вообще. Это замечательно ведь. Потому что, как бы, да, люди в любом случае, согласитесь, что ходят в магазин и покупают и шампуни, и зубные пасты, и помады. Да, у каждой женщины есть либо блеск, либо бальзам, либо помада, в принципе, в косметичке, в сумочке. Да, как бы, любая женщина, даже которая не наносит макияж, она имеет с собой вот что-то из этих средств для губ. Вот. Соответственно, мы каждый месяц на свою семью тратим, ну, в среднем минимум 500, от 500 до 1000 рублей, да, на то, чтобы купить. Ну, скажите, пожалуйста, вы пойдете в магазин, там, допустим, Ревгош, тот же самый, или Литуаль, да, и купите там, ну, что-то для, средства для ухода за собой. Вам они заплатят за то, что вы это сделаете? Я жду ответов в чате. Сделать скидку могут, да, но, а денег заплатят с товара оборота? Нет, не заплатят, правильно. Скажите, пожалуйста, а если вот, например, вы купили... Ну, да, вот вы, например, купили шампунь в каком-то магазине, вам очень понравилась цена и качество. Вы вечером разговариваете со своей подругой, или, например, там в интернете с кем-то общаетесь, ну, и говорите про то, что, ну, общаетесь о своих насущных делах, и при этом говорите, ой, представляешь, купила такой замечательный шампунь, он так недорого стоит достаточно, ну, много миллилитров и по качеству очень порадовал. Что сделает ваша подруга? Ну, скорее всего, она пойдет, да, и купит себе этот шампунь. Заплатит ли вам этот магазин за то, что вы привели подругу? Нет, не заплатит. Ну, что ему платить-то? Ему самому нужно, да, сбывать свой товар и организовывать товарооборот. Вот, вот, а компания Reflame вам заплатит за то, что ваша подруга купила шампунь, заплатит процент с ее покупки. Например, вашей подруге тоже понравился этот шампунь, она рассказала пяти своим подружкам о том, что вот такой замечательный шампунь или средство по уходу за кожей, да, вот, мы очень горнимся нашими средствами по уходу за кожей, да, значит, средство по уходу за кожей купила и сказала, представляешь, вообще, такой классный крем, вот тут кто-то, кто-то делает. И стоит вообще там, не знаю, 300 рублей, да, к примеру. Что сделает подруга? Конечно, пойдет и купит, да, только в магазине вам за это не заплатят, а в компании Reflame заплатят за общий товарооборот, который организовался среди всех людей, которые вы пригласили, пригласили ваши люди. То есть, такой замечательный бизнес получается. Вот, ну, как бы, есть четвертый квадрант потока. Это инвестиции. Ну, смотрите, то есть, как бы, что подразумевается под собой инвестиции, как бы, это, когда вы приобретаете какие-то акции компании, и, да, и живете, вот, ну, как бы, на процент от этих акций. То есть, да, как бы, если вдруг бизнес закрывается, то, или продается, то вам выплачивается часть от общей суммы компании. Ну, то есть, как бы, ну, за акции вам денежки платят. То есть, это тоже. Чем же отличаются вот левый и правый квадранты, да? Образом мышления. То есть, как бы, в любом случае, слева это мышление рабов, как бы там ни было, даже если там человек сам пытается что-то организовывать, все равно это вот как мышление бедняков получается. А с правой стороны это мышление предпринимателей. Открою вам небольшой секрет. Мышление предпринимателей есть у каждого человека. Просто они куда-то зарылись. Наверное, просто в советские времена нас родители воспитывали так, что мы не жили хорошо и не будем жить хорошо, не надо начинать, да? Вот, но в любом случае у каждого человека есть этот потенциал, поэтому его никогда не поздно открыть и никогда не поздно начать свой бизнес. И насколько я знаю, лучше всего начинать в MLM бизнесе, потому что здесь не нужно ни вложений, как бы материальных, да, только информационные вложения, только временные вложения на саморазвитие и на обучение других людей. Вот, здесь как бы не нужно ничего продавать. То есть в интернете мы точно ничего не продаем, в интернете мы только рекомендуем, если это теплый рынок, мы рекомендуем своим знакомым продукт, что в принципе мы делаем ежедневно, да, только нам за это ничего не платят, компании нам будут за это платить. Вот, и мы приглашаем людей также экономить на покупках и зарабатывать хорошие деньги. То есть, ну, представьте вам, вы пришли в магазин, а вам говорят, вот, купишь сейчас у нас продукт, не только получишь хороший продукт, хорошая скидка, но еще и заработаешь, мы тебе денег заплатим. Конечно, вы придете в этот магазин еще раз, правильно? Расскажете своим друзьям. То почему не сделаете это в Арифлейме? Тем более сетевая компания никогда себе не будет вредить, потому что ей невыгодно. В любом случае, знаете, вот я работала в одном из магазинов парфюмерии косметики, насколько мне известно, там было 70% подделки продукции. Пока продукция дойдет до магазина, она столько раз уже пройдет через много рук, столько раз поменяется, и нет гарантии того, что вам продадут не подделку, вам продадут качественный продукт. А сетевая компания продает вам напрямую, то есть вы заказываете у компании, получаете на складе, и вам просто как бы, ну, невыгодно, да, как бы компании невыгодно продавать вам некачественный продукт, потому что вы не придете снова в нее, да. Соответственно, в сетевой компании априори не может быть плохого продукта, просто нужно его правильно подбирать, вот это надо понимать. Так. Ну, программу 40-40, да, мы с вами обсудили уже, еще раз повторю, это программа, которая установила нам государство, это мы работаем 40 часов в неделю, да, по ГОСТу, 40 лет стажем, нам нужно пройти для того, чтобы выйти на пенсию, и потом мы получаем 40% от прожиточного минимума пенсии, да. То есть, ну, если, например, прожиточный минимум 6 тысяч, то это сколько получается? Это 2,5 тысячи примерно, ну, да. Это пенсия, замечательно, вообще, очень много всего можно купить на эти деньги. Вот, чем хорош сетевой маркетинг, то, что можно бизнес передавать по наследству, то есть, как бы, вы себе зарабатываете пассивный доход, то есть, вы наработали людей, обучили, директора отделились, да, группы и ветки отделились, и вы получаете уже с них проценты, вы только поддерживаете связь, да, чтобы, как бы, люди не терялись, вот, и выращиваете новых людей, обучаете, потому что это очень интересно, на самом деле, следить за теми, когда люди начинают зарабатывать хорошие деньги с помощью вас. Вот, давайте, пожалуйста, вот сейчас в чате ответим на вопросы, какую работу вы хотели бы найти, ну, или про себя хотя бы, кто не хочет писать, какую работу вы хотели бы найти, какие критерии, будет ли эта работа высокооплачиваемой, и сколько времени вы будете работать за эти деньги, да. Ну, люди, конечно, хотели бы найти работу, которая будет приятной, да, интересной, и, в принципе, не сильно емкой, да, какой критерий для работы, какие для вас, у каждого человека есть свои критерии для работы, определите для себя их, пожалуйста. Сколько денег вы хотели бы получать для того, чтобы себя хорошо чувствовать? Напишите сейчас на листке бумаги, сколько вам денег нужно для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Вот, Юля пишет о том, что она хочет зарабатывать 100 тысяч рублей, путешествовать и определять сама время работы. Замечательно. Да, хорошо, Юля, скажи, пожалуйста, а сколько ты будешь работать за 100 тысяч рублей, ну, времени-то, в этом, на обычной работе? Что нужно делать для того, чтобы 100 тысяч рублей получать на наемной труде? Где у нас такие зарплаты, платья? У нас даже главный бухгалтер банки около 75 тысяч рублей получает максимум. Это со всеми премиями уже. Ну, даже если вы найдете такую зарплату в 100 тысяч рублей, скажите, пожалуйста, вы сколько будете работать? Где вы будете отдыхать? Когда будете отдыхать? Нужно пробиваться, да, Юля? А прикинь, вот сколько, как людей подсиживают, когда пробиваются-то? Когда-нибудь задумывались о том, ну, вот, да, вот, люди, например, да, у которых вот работают за 100 тысяч рублей? Сколько людей метят на их место? Сколько людей готовы сделать какую-нибудь пакость для того, чтобы они взяли вот и оттуда ушли, да? В любом случае у вас нет гарантии того, что вы, как бы, сегодня работаете, завтра будете тоже работать, да? Ну, хорошо, уедете вы в отпуск. Вам будет платить продолжать 100 тысяч рублей? Скажите, пожалуйста, а кто будет решать, сколько вам будет платить денег? То есть, вот, Юль, кто решит, будет он тебе платить 100 тысяч рублей или нет? Ты сама будешь решать или руководитель? Ну, на наемном труде, наверное, руководитель, да, будет решать, сколько будет денежку вам платить-то, да, за ваш труд, за то, что вы будете делать. И определять он будет, что вы будете делать для того, чтобы он платил вам такие деньги. Вот, в сетевом компании, как бы, вы сами определяете, сколько вы хотите зарабатывать, что вы будете делать для того, чтобы так зарабатывать. Соответственно, на первоначальном этапе надо там жить на работе, правильно, да? Вот, то есть, как бы, в отпуске, а в отпуске уже речи даже не может быть. Вот, то есть, как бы, в сетевом маркетинге все по-другому на самом деле. То есть, вы вместе со своим спонсором на начальном этапе ставите цель, которую вы хотите, чтобы в результате вы достигли там через год, через пять лет, через десять. То есть, мы ставим цели там и на каталог, и на год, и на десять лет, и на двадцать лет тоже, кем вы хотите быть через двадцать лет, например, да, где вы хотите жить, и что вы хотите есть. Вот, соответственно, и прописывайте, какие действия вы должны делать для того, чтобы этого достигнуть ежедневно, потому что без ежедневных действий, без стабильности, ну, никуда. В принципе, цели нужно ставить для того, чтобы к ним идти, потому что нужно прописать, что нужно для того, чтобы достигнуть цели, нужно делать, да, вот какие действия вам, сколько людей вам нужно приглашать, и сколько людей вы должны регистрировать, и скольким людям вы должны помочь стать директорами, например, для того, чтобы они улучшили своё качество жизни и чтобы ваше качество жизни улучшилось. Хорошо, ну вот давайте так подумаем. Хорошо, руководитель решил, да, вот Любовь написала, что на работе нужно будет жить, а в отпуск когда же поехать-то можно будет? Никогда, да? Никогда нельзя будет поехать в отпуск, да, и даже если вас туда отпустят, скажите, пожалуйста, вы будете сами там решать, когда вы поедете, там в начале месяца или в конце, или какого числа, там. Естественно, есть на работе, да, какой-то график отпусков, насколько я помню, вот, и там, значит, расписываются, да, конечно, пожелания твои могут учесть, но это вот всё косвенно на самом деле, вот, да, и на самом деле на сколько вы поедете в отпуск, тоже, в принципе, будет решать ваш руководитель. Ну, какая свобода действий, какая жизнь тогда, да, как бы если вы всё уже вот распланировали, что вы не можете там на день, на два дня больше побывать в отпуске, да, чем вам указала руководитель. Вот, ну, давайте разберём, за что же платят рабу-то, да, ну, в принципе, мы это уже разбирали, да, за что платят рабу, за то, чтобы, что платят, что платят, за что платят рабу, за его работу, да, а что платят рабу, это вот на что, на еду, на кровь, да, вот, и на работе, в принципе, В принципе, мы за нашу зарплату тоже оплачиваем еду, кровь и что-то вот прям вот жизненно необходимое, да. То есть никаких развлечений тебе, ничего того, о чём мы вот когда-либо мечтали. Наши мечты мы зарыли вот непонятно куда. Поэтому люди почему не ставят цели, потому что, ну, нет смысла их ставить, потому что им хотя бы на свою зарплату бы расплатиться со всеми долгами и со всеми насущными проблемами, а не то, что о чём-то там мечтать, что-то себе новое купить или куда-то там поехать. Так, теперь давайте перейдём уже к вообще вот к сути всему. Какие возможности предлагает компания Reflame? Значит, компания Reflame предлагает две возможности. Это быть лояльным покупателем, то есть экономить на своих покупках. И это возможность строить с компанией бизнес. То есть мы приглашаем людей с целью, чтобы они экономили на своих покупках, сменили магазин, обычный свой магазин на каталог Reflame и получали продукцию высокого качества с 18% скидкой. И как бы напрямую от производителя, то есть люди, у нас очень много лидеров, которые пришли просто для себя экономить, в результате стали лидерами номер один. То есть изначально очень много людей приходят на экономию. Потом распробуют продукт, понимают, что его очень не стыдно и очень приятно рекомендовать своим друзьям. И начинают также регистрировать, экономить. И, соответственно, выстраивается такая очень большая структура, с которой компания платит процент. И, значит, вторая возможность, это строить бизнес в компании. Да, у нас от 3 до 22% выплат с товарооборота, которые организует группа. И существует 7 видов премий. То есть эта премия сейчас идет и по турборосту, да, как бы и различные какие-то выплаты, там, когда вы закрываете звание директора, то 1000 долларов вам компания выплачивает. Ну, в принципе, это вот нужно отдельный вебинар по только премиям компании создавать, потому что действительно компания сейчас очень много денег, очень много премий выплачивает, да, и хорошим продавцам, да, если вы там не хотите, например, сейчас просто строить бизнес, вы можете, почему нет, рекомендовать каталог, ну, продукцию и показывать своим знакомым, да, как бы, ну, и получать за это денежки, премии от компании, в принципе. Ну, мы вам предлагаем в интернете две возможности предлагать людям. Это дисконт, да, и бизнес, разумите. То есть как бы каталогом в интернете как-то вот, ну, тяжеловато будет работать на самом деле, как бы, ну, и нет смысла, потому что на каталоге слишком много денег не заработаешь. Вот, значит, ну, смотрите, да, вот нам необходимо соблюдать правила 4П, а одно из этих правил – это вот сменить магазин на каталог Арифлейм. То есть как бы вы меняете свой магазин, перестаете в него ходить и покупаете все у себя. Ну, вот скажите, пожалуйста, если, например, вы организовали свой бизнес, вот не будем сейчас брать сетевую компанию, да, не будем брать MLM бизнес, мы возьмем только вот бизнес, например, магазин продуктов. Скажите, пожалуйста, вы где будете покупать продукты? Ну, конечно, у себя, да, если, например, к вам придет, вот вы будете всех зазывать, рекламировать, да, вот приходите в мой магазин, там, покупай, там, да, даже если скидки мы будем делать людям. Ну, вот придет как бы человек, да, в ваш магазин и спросит, вот, а сам-то ты где берешь там за колбасу? Ну, а он скажет, да, я, говорит, ты себя не покупай, я вот в соседнем магазине покупаю, там, лучше. Вот, соответственно, человек придет к вам опять покупать, купить у вас колбасу? Нет, конечно, да, вы же сами сказали, что у вас плохая колбаса, зачем у вас покупать? Он пойдет в другой магазин, да. Вот, соответственно, для того, чтобы к нам люди приходили, нам необходимо полностью поменять магазин на каталог Арифлейм и покупать только у себя. Да, соответственно, потому что, зачем вам создавать товарооборот какому-то магазину, если вы можете создать товарооборот, как бы, себе, да, своей компанией, тем более за это же вам, компания, и заплатить деньги за то, что вы и себе, и на себя там товарооборот создаете, да, и на себя покупаете. С помощью ваших заказов тоже вот с вашего товарооборота будут вам выплачиваться деньги. Получается, в результате, на начальном этапе вы просто себе будете продукцию бесплатно брать. А потом уже, конечно, будут деньги более высокие, которые уже можно будет обеспечивать всю свою семью. То есть, ну, как бы, за полгода, я думаю, что реально выйти на уровень директора. Но если хорошо работать, в принципе, можно и быстрее. Это вот все зависит от, насколько вы себе поставите цель, да, насколько вы больше будете делать действия ежедневно. То есть, если вы будете мало действий делать, соответственно, и долго у вас будет все это происходить. Если вы будете много действий делать, значит, вы быстрее достигнете успеха. Так, значит, что мы делаем, да, мы рекомендуем своим знакомым продукцию и бизнес, которым вы сами занимаетесь. На самом деле все на земле занимаются MLM-бизнесом. Это способ продвижения товара от человека к человеку. Ну, как сарафанное радио, знаете такое. То есть, как бы, вы купили что-то, да, как я уже рассказывала. Вот, например, совсем недавно у меня мама пошла в магазин, не буду называть название, а то получится реклама. Пошла в магазин, значит, и купила чай. Значит, этот чай стоит вообще вот 100 пакетиков 240 рублей. Но она купила его за 120 рублей. Получается, она купила две упаковки по цене одной. Вот, и тут мне звонит подружка моя, и я ей говорю, вот, представляешь, мама вот сходила в магазин, то-то, то-то, да, и купила там чай такой-то, вот, всего за такую сумму. И, по сути, я ей прорекламировала этот чай, да, и она, что она пошла и сделала? Она пошла и купила этот чай в этом магазине, тем самым, как бы, создав товарооборот и компании, которая изготавливает чай, и магазину, который, да, вот, продает этот чай, и устроила такую акцию. Вот, соответственно, как бы, магазин мне за это не заплатит, и компания, которая производит чай, мне тоже за это не заплатит, да. А если я позвонила подружке и сказала, представляешь, у нас в каталоге сейчас такой замечательный антицеллюлитный гель, о котором ходят легенды, например, да, и цена у него, в принципе, вообще вот 300 рублей, по-моему, да, там. А если ты еще зарегистрируешь себе скидку, вообще с 18% получишь, вот. Естественно, что сделать подружка? Она скажет, круто, да, давай, я зарегистрируюсь там, да, и возьму этот крем себе с 18% скидкой, как бы, да, и вот буду, и порекомендую еще другим девочкам, потому что вот он мне понравится, например, да, вот. И за это компания вот заплатит денежки, да, а магазин мне ничего не заплатил за то, что я вот людям рассказала, весь чай раскупили тогда. Вот. Что мы еще делаем, да, это еще одно из правил, там, приглашаем людей, да, мы приглашаем людей также экономить на покупках. И посещаем. У нас каждый день проходят занятия. В среду это всегда занятия для новичков, вот. Все остальные дни тема, как бы, будет освещаться, то есть ежедневно у нас проходят занятия по поводу того, как работать. Какие методы для работы есть, да, и разные тематики от спикеров, вот. Спикеры у нас будут увеличиваться по мере вашего роста, кто примет решение о сотрудничестве с нами, тоже будет проводить вот такие замечательные вебинары. Значит, и обучаться тоже. Значит, насколько я помню, один из лидеров как-то сказал, что успех начинается с выступлений. То есть как только вы начинаете участвовать в вебинарах, то на вас люди приходят. Очень полезно, например, записывать также вот видео, да, тоже люди будут приходить. Ну, в принципе, это отдельная тема для вебинара. То есть обязательно мы посещаем обучение, всякие семинары по продукции, которые у нас тоже будут проходить. И посещаем мероприятие, да, которое мы будем организовывать. Если вы находитесь в Ростове, то для вас также открыто наше оффлайн мероприятие в нашем офисе. Мы всегда будем рады вас видеть и познакомиться лично, не в интернете. Так, ну смотрите. Значит, я уже говорила о том, что в компании, компания выплачивает 3 до 22% за товарооборот с узнанной группой. Соответственно, как бы, ну 3% это вот такая табличка, да, от 6 тысяч рублей, да, там как бы, ну вот от 3% от 200 рублей. Как бы, да, вы можете зарабатывать до в среднем 33 тысяч рублей. Это за полгода, да, как бы, но это вот если работать в среднем темпе. Соответственно, 220 тысяч рублей товарооборота создали, да, ну, к примеру, вы, например, приобрели, вот, ну, если вам не нужно там на 150 баллов продукции, да, вам, вас никто не просит ее покупать на 150 баллов. Ну, смотрите, вы приобрели на себе, например, на 500 рублей в вашей семье, вот, есть же, ну, в месяц в каталог, да, какой-то продукции, там, шампуни, там, какие-то помадки, там, и так далее, вот. Вот, но будут же всегда люди, которые не захотят регистрировать скидку, которым, вот, ну, есть люди, которые говорят, у нас есть такие клиенты у мужа, да, которые говорят, что не хочу, говорит, регистрировать скидку. Вот, мне будет хорошо, если вы мне привезете, вот, на работу, например, мой заказ, и вот я готова заплатить и за доставку, и за по полной цене по каталогу, ну, не нужна эта 18-процентная скидка, в любом случае, такие люди будут, вот, и такие люди, это ваша семья, это ваши родственники, это ваши знакомые, это ваши соседи, то есть, как бы, ну, в любом случае, кто-то вас попросит приобрести, там, ну, вот, будешь себе, там, отформлять заказ, ну, закажи мне, там, не знаю, шампунь тоже, да, вот. Вот, это ж, вы разве назоветесь продавцом? Нет, конечно, потому что, ну, если вас соседка попросит, когда вы пойдете в магазин купить минералку, вы же не станете сразу продавцом минералки, правильно? Так же и тут, то есть, как бы, вас будут люди просить приобретать, ну, как бы, вместе с вашим заказом себе продукты по цене, которая указана в каталоге, это нормально, люди такие будут, люди будут, которые хотят стать вашим клиентом просто, те, которые захотят просто зарегистрироваться для того, чтобы экономить, и люди, которые захотят с вами идти в бизнес, строить с вами бизнес, то есть, все категории, есть люди, и будут люди, конечно же, которые вообще ничего не захотят, и ни то, ни другое, ни третье, то есть, как бы, такие люди тоже будут, и у каждой компании есть свои клиенты, это нужно понимать, и нужно на них обижаться, если кто-то пользуется другими компаниями, косметикой, даже системным маркетингом, да, ради бога, пусть используются, захотят попробовать наш продукт. Главное, чтобы вы пользовались этим продуктом и понимали, в чем его преимущество для вас конкретно. Средний заказ на 500 рублей. Как все происходит? У нас есть несколько вариантов проведения собеседований, встреч. Презентаций. Соответственно, это либо в скайпе, скайп-собеседование, либо это в контакте, в социальных сетях. В контакте, одноклассники. Сейчас еще одну другу вокруг изучаю, буду проводить по ней вебинар в скором времени, как в ней работать. И смотрите, в любом случае в социальных сетях желательно приводить, потом в результате вы приводите все равно такой вебинар, презентацию компании. Его буду проводить не только я, но его будет проводить и Юлия Жукова. Еще по мере того, как вы будете расти, кто захочет расти, тот тоже будет проводить такие презентации. Они проходят каждую среду в 13.40. Пока это такое время. Скайп-собеседование и презентация в вебинарной комнате. Вот такие варианты проведения встреч. Несмотря на то, что вы общаетесь с человеком, даете информацию ему в социальных сетях, в личной переписке, все равно нужно будет как-то знакомиться, для того, чтобы работать дальше. Значит, вы приглашаете, а мы рассказываем информацию. Потому что вы пока не умеете ее рассказывать, вы пока не знакомы. Как только вы научитесь, вы тоже будете этим заниматься. Смотрите, к примеру, что говорит. Вы пригласили пятерых человек, к примеру, которые, как Люба сказала, даже косметикой пользуются, к примеру, для того, чтобы они экономили на своих покупках. В свою очередь, каждый из них пригласил по 5 человек. Да, у меня тут немножко сместилось. Так, по 5 человек. В результате, да, те тоже по 5, но первый человек, например, вообще ничего не пригласил. Там, да, там, те по 5, по 5, по 5. Короче, в результате получается 125, 625. И в результате у вас группа в 780 человек. Представьте, что каждый из них закажет на 500 рублей. Сколько это товарооборот получается? Вообще у нас, как бы, для тех людей, которые пришли сюда серьезно строить бизнес, есть минимальное условие, ставить, делать 150 баллов. 150 баллов, это примерно, ну, если 100 баллов, это где-то около 4 тысяч рублей, то, ну, где-то около 6 тысяч рублей, да, вот, как бы, нужно, по каталожной цене нужно делать 3 тысячи, 3 тысячи, ну, 5-6 тысяч примерно, да. То есть, как бы, вы себе заказали и заказали ваши знакомые вам, да, без скидки. Ну, соответственно, как бы, если даже, если по 150 баллов каждый, да, сделал 780 на 6 тысяч, ну, достаточно, да, это уже уровень директора, даже старшего директора. То есть, ну, можете рассчитать со своим спонсором это вот. То есть, вот такое вот, да, вот пригласили. Смысл в чем? Вы приехали, вы пригласили 5 человек, тебе тоже 5, да, как бы, вроде ничего не сделали, всего 5 человек пригласили, а уже это, ну, команда из 800 человек. Хорошо, вот, допустим, скажите, пожалуйста, ну, например, вы создали организацию, вот такую 800 человек, да, и уехали отдыхать, ну, захотели вы отдохнуть, там, на Гоа поехали отдыхать, полетели. Люди перестанут мыться? Ну, вот, если вы уехали отдыхать, люди перестанут мыться, ответьте в чате, пожалуйста. Не перестанут, правильно, да? То есть, люди как мылись, так и будут мыться. Вот, да, то есть, как бы, получается, что люди, вы уехали, а люди в любом случае заказывают себе продукцию, да, в любом случае они покупают, потому что они уже в нее влюбились, они уже видят выгоду. А тем более люди, которые зарабатывают на этом деньги, для них невыгодно бросать и покупать в каком-то другом магазине, да, продукт сомнительного качества. Вы же знаете, да, что у нас отменили сейчас сертификацию, то есть, неизвестно, есть ли сертификация у продукта или нет. А на экологии у нас указано, есть значок о том, что продукт сертифицирован, поэтому мы можем точно быть уверены в том, что продукция, которую мы берем в каталоге, она 100% качества. Вот, соответственно, когда мы уехали отдыхать, люди мыться не перестали, товарооборот у нас все равно идет, соответственно, мы пока отдыхаем, у нас все равно идет зарплата. Скажите, пожалуйста, если вы уедете отдыхать на наемном труде, у вас будет зарплата эти, вам заплатят за то, что вы отдыхали? В чате ответьте, пожалуйста. Давайте договоримся так. Я когда задаю вопрос, это значит, что я жду от вас ответы. А, отпускные, ползарплаты. Ну да, вот, как бы, да, прекрасно, отпускные дают, но это ползарплаты. То есть, соответственно, когда вы работаете на наемном труде, вам дают всего ползарплаты для того, чтобы вы отдохнули, да? Но вы эти деньги, скорее всего, потратите на отдых, на сам, потому что когда их выплачивают, насколько я помню, это перед самим отпуском. Вот, соответственно, вы приехали, денег нет, да? Вам нужно зарабатывать, работать, и только через месяц вам опять заплатят денежку, чтобы вы вот как-то вот жили. Соответственно, когда вы уехали отдыхать после того, как вы создали большую организацию, то вас, вам не ползарплаты выкладят, да? Вам, как бы, компания начислит ту же самую зарплату, которую, как бы, вы получали и когда были дома, да, в городе, работали в интернете, да? Тем более, уехав отдыхать, вы, в принципе, в интернете можете поддерживать свою работу и быть на связи, ну, как бы, не настолько, конечно, насколько это можно делать, находясь дома, но, в принципе, если есть желание, то почему бы и нет? Интернет, он есть везде, то есть, как бы, сейчас в отелях Wi-Fi во всех почти, как бы, то есть, взяли с собой ноутбук или планшет, и, пожалуйста, работайте на здоровье, поддерживайте связь. Вот, ну, в принципе, это необязательно, вы можете уехать отдыхать на месяц, и, в принципе, организация, которая 800 человек, она никуда не денется. Вот. Ну, согласитесь, то, что мы обучаемся в институте для того, чтобы пойти на работу, да, чтобы работать, в любом случае, какой-то профессией мы, никакой профессией мы не обладеваем без обучения. Соответственно, и в нашей компании вот есть обучение, которое вам необходимо просто посещать, потому что без нее вы не сможете ни приглашать, ни рекрутировать, да, ни обучать людей, потому что вы сами это не умеете делать. Соответственно, вам необходимо и обучаться по продукции, потому что вы должны знать, как правильно подобрать, чтобы быть довольным продуктом, и чтобы рекомендовать его другим людям. Так, ну, и я сказала все, что я хотела вам рассказать. Теперь я жду от вас вопросы и готова на них ответить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Так, вопросов нет, я очень надеюсь на то, что я все настолько хорошо рассказала, что их не возникло, или все вам непонятно. Но в любом случае, если будут возникать вопросы, пишите, мы их разберем тогда на дополнительном вебинаре. Ну, мне было очень приятно вам все это рассказать, спасибо вам большое за внимание. Жду ваших вопросов и предложений по поводу того, как назвать наш интернет-проект в скайп-чате. Если вы еще не установили себя в скайп-чат, большая просьба это сделать. У меня на сегодня все, всего доброго, до свидания.